Символ вечной памяти в Зеленчукском районе на территории войсковой части 20.096 в рамках всероссийского проекта «Кедр России» посадили аллею памяти в честь героев специальной военной операции. Подробнее расскажет Дарья Тендит. Дружба воинов непоколебива света. Она не умирает никогда. Мы по оружию родному брату воздвигнем памятник на долгие года. Соединим же верные сердца и скажем, как невелика утрата. Пусть нет фамилии у нашего бойца. Есть звание российского солдата! После победы в Великой Отечественной войне эстафету мужества приняли военнослужащие российской армии, которые в настоящее время принимают участие в специальной военной операции. Войсковая часть 20.096 в знак памяти и уважения приняла участие в проекте «Кедр России». Акция началась с торжественного митинга на территории части, в котором приняли участие руководство и личный состав воинской части. Духовенство юноармейцы. Наш долг сделать все, чтобы о подвиге знали и помнили наши дети и внуки, поделился командир военной части Сергей Прибытков. Важно вовлечь нашу молодежь в социальную деятельность. Сегодняшнее мероприятие – это начало будущей аллеи памяти героев, специальной военной операции. Таким героем был наш земляк полковник Ерманов Игорь Викторович, который погиб 1 сентября 2022 года. Я хочу, чтобы эта аллея кедров, которую мы посадим не только на территорию нашей части, но и на территории нашего гарнизона, способствовали связи поколений и гордости за наших сегодняшних героев. Юноармейский отряд в гарнизоне военной части назван в честь погибшего героя Игоря Викторовича Ярманова. Почти все они – дети офицеров. Кто-то из их отцов погиб, другие, рискуя жизнью, продолжают сражаться на передовой. Воспитание молодежи происходит на живых примерах отважных подвигов героев. Аллея, по словам ребят, для них не только память, но и дань уважения военнослужащим, которые защищают нашу родину, память о тех, кто погиб. Я горжусь своим отцом очень сильно. И мне, грубо говоря, повезло, что у меня сейчас все хорошо, могу увидеться с папой, когда он приедет в отпуск. У некоторых людей такой возможности нет. Им было бы приятно, что о их отцах осталась память. Наше молодое поколение, вступив в строй юнормии, показывает большой пример. И это будущее нашей страны. Я хочу, чтобы мой сын стал настоящим мужчиной и стал будущим нашей страны. И чтобы я смог гордиться им всю свою жизнь. Участие в акции является целью экологического и патриотического воспитания. С давних времен кедр восхищает людей своей природной мощью и жизнестойкостью. Все участники мероприятия, вооружившись лопатами, приступили к посадке саженцев. Символа памяти и уважения. Вырастить такую аллею – не только чудо, но и гордость. Есть вещи, которые переживают нашу жизнь, которые продолжаются в вечность. И эта аллея славы, аллея памяти наших героев и живых, и тех, кого уже с нами нет, она будет напоминать всем о том, что человек может сделать дело, которое переживет его и его детей, и даже может быть. Потому что многолетние деревья, которые здесь сейчас посажены, они долго будут согревать сердца тех, кто будет на них смотреть с памятью о наших героях. Кедры скоро подрастут и станут символом вечной славы наших героев.